Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня мы в течение двух часов будем говорить об оперативной обстановке в городе Южном. И как анонсировалось уже ранее, наша сегодняшняя программа будет делиться на две части. В первой части мы будем говорить с начальником Южненской милиции, а во второй части программы мы будем говорить с заместителем начальника Южненского МЧС. Я вам представляю нашего гостя, это Александр Борисович Докийчук, здравствуйте. Рядом с ним Сережа Анаприенко, пресс-служба. Да, и сразу просто хочу оговорить, что вы совсем недавно пришли в город Южный. Да, 10 декабря если. 10 декабря, но чуть больше месяца. Поэтому если есть какие-то такие вопросы, потому что за предыдущий 2014 год были некоторые такие события, насчет которых больше может знать Сережа. Ну, Сережа не Сережа, обязан отвечать и за своих предшественников. В кое-какие моменты мы уже уточняли, подняли криминальное производство. То есть по мере вопроса постараюсь ответить, дать полную еще информацию. Хорошо, значит начнем с заявленной темы прежде всего. Начинаем с общего. Сегодня в нашей стране, по крайней мере на той территории, которая контролируется, так сказать, Украиной, на мирной части Украины, введен режим повышенной готовности. Что это обозначает для работников правоохранительных органов? Ну, режим повышенной готовности, это более гротанская оборона, режим повышенной готовности. У нас продолжается, которая началась с начала года, оперативно-профилактическая антитеррористическая операция. Как вы заметили, в нашем регионе, особенно первый этап, это город Одесса, наполнение патрульными нарядами, задействованы в том числе с нацгвардией, с работниками милиции, с спецподразделениями. Весь личный состав выведен на улицу, общественные, государственные предприятия, где есть опасность, взятые под охрану, и это вот все. В комплексе проводится оперативно-профилактическая операция по противодействию террористической. Что применительно к нам, потому что, ну, понятно. Я уже на предыдущем эфире говорил, ситуация в регионе неспокойная, но в городе Южном она контролирует, то есть подать в панику не стоит. Что сделано нами? Ну, во-первых, аналогично тому, мы вывели весь личный состав офицеров, сержантов, поотзывали с отпусков сотрудников, вывели всех на улицу. То есть, все, что мы можем сделать на сегодняшний день, исходя из этой ситуации, учитывая, естественно, работу следствия оперативных глоток посуточно. За счет личного времени у нас на протяжении суток работают четыре наряда. Это по два человека, вооруженные автоматическим оружием. То есть, мы разделили на два микрорайона, круглосуточно, круглосуточно два патруля пеших, которые ходят межквартально по улицам, к местам скопления людей. Как вы знаете, в последнее время есть акты, можно их назвать, российские акты. Приближаем к банкам, отделениям банков, к волонтерским организациям, политическим партиям, чтобы не допустить, не допустить ситуации, которые, к сожалению, возникли в Одессе. Круглосуточно люди находятся на улице. Второй момент, что мы сейчас планируем, благодаря пониманию исполкома и громады месикой, мы все-таки хотим довести до конца начатое, еще моими предшественниками, безопасный город. Кратчайшие сроки. Да, есть у нас девять камер, оно все было начато, хорошо сделано, но до конца не доделано. На сегодняшний день мы пришли к такому выводу, в принципе, уже и нашли деньги, да, Сёжа? Мы полностью перекроем город, мы поставим семь камер на выездах с определением номеров, это будет как и профилактика, для того, чтобы не совершались преступления. Понятно, что жители города Южного любят свой город, но не принесут они нам беды, нам могут принести либо гастролеры, либо специально обученные, скажем, люди, которые хотят нести в диссонанс этот мирный, хороший город. Поэтому даже сама камера, уже профилактическое мероприятие, мы поставим качественное, мы будем определять номера, вплоть до того, что мы можем посмотреть, кто будет находиться за рулем. Но и впоследствии, это не так будет, что это случится, это позволит нам, в конце концов, раскрыть это преступление. Близится сезон, я не знаю, как он будет, сейчас курортные приедут, не приедут люди, но надо к нему готовиться. По мере того, есть уже понимание стороны мэрии, мы обяжем предпринимателей, обяжем установки, учреждения, банки, магазины, заправки, обеспечить это тоже видеонаблюдение. И это все мы сведем вместе с девятью камерами, которые установлены в специально коммунальное хозяйство, там определились, по-моему, на базе будут обслуживаться камеры. И выведем монитор с архивации, нашу дежурную часть. То бишь мы будем видеть город на протяжении суток. Ну, понятно, что днем немножко легче, а ночью мы будем лежать. Это все под контролем. Вопрос, как решается еще. К сожалению, у нас мало личного состава. Хотим радифицировать объект. Допустим, насосную станцию, водохранилище, где есть запасы воды. Есть договорение с Южным портом, с НПЗ, стратегическим предприятием. Мы поставим радиоволны, у нас будет стационарная радиостанция стоять. Ну, это сейчас такое простое время, чтобы вы понимали, что всегда, может, так и не будет. Связь через каждый час, если что-то случится, не дай бог, кто-то на связь. Мы туда послаем следственную оперативную группу, экипированную, достаточную. Патрульных тех же снимешь на улице. Вот таким образом мы решаем эту проблему в Южном. Так я его вижу. Далее, еще раз предупреждаю, чтобы это не вызывало какой-то тревоги у граждан. Где-то после 12-ти мы так инструктируем, я нацеливаю и личный состав патрулей, и милиционеров, что все-таки мы будем проверять людей, особенно сытающихся, скажем так, после 12-ти, в нетрезвом состоянии. Мы будем досматривать их вещи. Это будет профилактика. Но, кстати, и дает свои результаты сейчас в последнее время. Ну и, как бы, пользуясь моментом, вот есть у нас неприятная ситуация, как бы так, для города Южного, не после Одессы, как бы, сложный привык к такой, сложной оперативной остановке. Но вот было два грабежа все-таки. Мы не будем скрывать субботу и на воскресенье. И очень плохо, что граждане обратились порядка через 8-9 часов. Мы теряем оперативный момент задержания преступника. Потому что мы сразу обратились по моменту совершения. Один уже, к счастью, мы уже раскрыли. Пока не буду гриппы, проходят следственные действия. Пока не раскрыть. Я просто прошу, если что-то случилось, незамедлительно, пусть звонят 102. Есть группа, есть патрули на улице. Нам быстрее и легче реагировать на эти все ситуации. А грабежи где произошли? На улице или били квартирные? Один на улице произошел грабеж, он раскрыт уже. Завтра мы повезем на санкцию человека. Барсетку. Интересное повреждение. Один в подъезде дома по улице Ленин сорвали цепочку. Ну, в таких случаях и в прошлом году тоже было. Не так много. Да, несколько было. Я проработал очень много в Одессе. Тут это, ну, как бы резонансно. Ну, тоже, опять же, за 2 часа ночи, после вечеринки, в 11 утра обратилась в милицию, потеряли. Понятно, тяжело, но все равно будем работать, будем опрашивать людей по месту, отрабатывать. Но это не гастролеры, это житель города Южного совершил. Мне уже тяжело сказать, потому что сколько людей, столько мнений. Я думаю, что да. Скорее всего, где-то сидели, отдыхали, приметили, что есть золотая цепочка, потому что открытая. Понятно, нет, в каком-то заведении. Провели домой, там сорвались. Это мы... Отмотаем все назад, посмотрим. То есть, в принципе, мы знаем, как с этим бороться, как работать. То, что касается отделений банков, в основном террористические акты в городе Одессе направлены против Приватбанка. Да, у нас есть одно отделение. Вам отделение обращалось по этому поводу? Нет, мы обязали, у них есть наблюдение, видео в середине, но мы хотим поставить. Да, уже все-таки, когда есть камера, не каждый человек подойдет к банку. Ну и, кроме того, вот патруль наряда проходит периодически возле непосредственно здания банка. Ничего страшного в этом нет. Пусть люди видят, что милиция на улице. Ну, я, насколько смотрю, люди не очень замечают, что есть правоохранительные органы на улице. Ну, вы знаете, сам по себе такой мирный, уютный, спокойный городок, может, и не замечают, но не есть, это точно. Не есть, однозначно. Хотите, я вас приглашаю. Проведем инструктаж и развод наряда заступающих, посмотрите, к ней экипированы. Пожалуйста. То, что касается камеры. Каждые два часа проверяют, ответственные офицеры с числа моих заместителей делают эти метки. Состояние вообще очень напряженное, мы не можем позволить себе расслабиться. На это нацеливаются, и поэтому старший офицер до утра, не менее, чем подполковник или майор, находится на работе, так как раньше уже не будет. Наш премьер-министр 24 часа и 7 дней в неделю. Понятно. То, что касается камер, камеры поставили два года назад, мне кажется, и за этот период времени было несколько совершено в городе Южном краж, и именно в тех местах... Ну, их не несколько, их 46 совершено, 26 из них раскрыто за прошлый год, потому что я к этому отношения никогда не имею, но как обязан, я же представляю, естественно. Есть там камеры на этом месте, где совершались, ну, почему я говорю о самих камерах, но, к сожалению, камеры не помогли установить преступника. Ну, надо начать тоже с того, смотря какие камеры есть. Есть муляжи, которые отпугивают, есть те, которые видят просто силы от человека, но если лучше чуть-чуть потратиться, поставить более качественную. Ну, в этот раз вы какие хотите камеры снимать? Мы поставим те, которые будут соответствовать, вплоть до того, что они будут считывать номера, и можно будет узнавать лица. Это очень много. Чтобы вы понимали, заниматься этим будут люди профессиональные, те, которые сделали это в Одессе и в городе Ильичевске. То есть у нас уже есть определенные наработки, это те же самые специалисты, где камеры ведутся, приближаются. То есть мы не будем просто так тратить деньги бюджетные, мы поставим качественную. Я думаю, это принесет эффект. То, что касается такой оперативной обстановки в городе, есть ли какие-то правила, по которым должны жители города, допустим, обращать внимание на подозрительные предметы? Как они должны реагировать? Это, кстати, у вас в программе целый ролик есть, репосты, где сказано, если в случае обнаружения предметов. Ну, я сейчас лично хочу обратиться. Лучше тысячу раз перестраховаться. Если что-то привлекает ваше внимание, если в чем-то тревогу или страх, этот предмет, пустая коробка, что там могут быть, провода, какие-то электрические элементы, скажем так. В любом случае, звоните 102, есть специалисты, лучше мы тысячу раз проверим, таким образом среагируем на эту ситуацию. У вас ролик постоянно? Ну, это понятно. Все равно лучше проговорить. Сейчас мы с вами свяжемся с Владимиром Шаблиенко, это начальник пресс-службы областного управления внутренних дел города Одессы. Он, кстати, в пятницу выступал и обратился тоже с таким же, как и я сейчас, в таком формате. И в городе Одессе за это время произошло, мне кажется, 9 террористических актов. Да, 9 из них, благодаря бдительности граждан, по-моему, около 5 или 6 недоведены. Да, предотвращены. Здравствуйте, Владимир Михайлович, здравствуйте. Это студия Репост. Я вас переключаю на громкую связь, потому что мы уже с вами в прямом эфире. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, в городе Одессе, если нам не изменяет память, было 9 случаев обнаружения взрывчатых приборов. Они всегда были похожи между собой, эти приборы взрывоопасные? Или же они были самодельные? То есть, каковы признаки? На что должны обращать внимание обычные граждане, если вдруг они обнаружили что-то? Как выглядит подозрительный предмет? Я так понимаю, вы взрывными приборами называете те сообщения, которые граждане сообщали о подозрительных предметах? Да, да. Да, да. Ну, давайте будем исходить из того, что у нас, в принципе, выдался такой горячий день, это был пятница, когда в 4 часа прозвучал взрыв на проспекте Маршала Жукова в банке. И после этого взрыва до истечения суток было зарегистрировано в общей сложности и еще 8 сообщений о подозрительных предметах. И в двух случаях эти сообщения нашли свое подтверждение. Это заминирование было второго отделения приватбанка на поселке Котовского. Там наши взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство с соответствующими приспособлениями электронными, вероятнее всего, для приведения этого устройства дистанционного действия. И также обезвредили, где-то спустя 4 часа было сообщение о том, что на железнодорожном полотне в районе Пересовского моста обнаружили тоже подозрительные проводочки с батарейками, взрывотехники выехали на место, отработали и извлекли 7 стратиловых шашек по 400 грамм каждой. В общем, большей сложности, где-то по 3 килограмм будем говорить так, взрывчатки и трекли из подозрительного полотна. Все остальные сообщения о подозрительных предметах были ошибочными. В принципе, обезвредили некоторые из них посредством направленного легкого взрыва есть такое приспособление взрывотехников за дистанционное обеззаряжение. Ни один из этих случаев не был подтвержден, что там какое-то взрывное устройство было. Это брошенные коробки, сутки брошенные забытыми вещами, мусор, который не донесли до общего места сбора проекспатором. Это такая ситуация. Ну, как бы там ни было, мы это все расцениваем как положительный эффект, потому что мы обращались и подражались за граждан с вопросом о том, чтобы информировали нас оперативный штаб, дежурную часть, на 102, информировали о всех подобных случаях, когда кто-то замечает где-то брошенные вещи, оставленные какие-то подозрительные, или там машина в длительное время стоит без хозяев и неизвестно, кто откуда она появилась. О перемещении неизвестных групп людей, неустановленных в передвижении, а в автографии, поселения людей в квартирах, которые вызывают подозрения. То есть все эти действия направлены на то, чтобы мы могли своевременно проверить эту информацию и в случае чего принять соответствующие адекватные меры упреждения реагирования. Я смотрю сейчас вашу страницу в Фейсбуке, и она фактически уже превращена вот в такое вот оперативное реагирование на те сообщения, которые поступают к вам по телефону. Есть сообщение о том, что с утра уже проверялось сообщение о подозрительном предмете по проспекту Пастера в Одессе. На Пастера проверка уже окончена. Волнение у граждан вызвал угольный фильтр от противогаза. То есть к вам теперь поступает очень много сообщений, да, о подобных подозрительных предметах? Ну, ввиду того, что мы, в принципе, я же говорю, мы ничего плохого в этом не видим, мы сами граждан сориентировали на подобные действия. Это для всеобщей безопасности и для того, чтобы не было никаких чрезвычайных последствий. А почему на Фейсбуке вы говорите мне? Ну, официальный сайт УВД по техническим причинам, я же говорю, мы можем только наполнять страницу из нашего служебного помещения. Не всегда возможно оперативно добраться к сайту, потому что журналисты, я так понимаю, пользуются, я так понимаю, постоянно, только информацию выставляем, они уже, смотрю, уже раскладывают. А Фейсбук это как вспомогательная ситуация, когда я могу даже с места оперативно откинуть для того, чтобы не было никаких волнений, выдумок, там кто-то не придумывал в своем ракурсе какую-либо ситуацию. Быстенько информацию выставляем и все. И журналисты уже знают, они пользуются, в принципе, оперативно. И уже знают, что эта информация практически та же самая, что мы через специальный сайт выдавали. На самом деле это очень хорошо, что у вас есть в Фейсбуке страница, и вы оперативно туда бросаете информацию, нам это очень помогает. Но еще такой вопрос, вы не считаете это паникой? То есть не наблюдается в городе Одессе паника? Нет, абсолютно никакой паники нет. В городе довольно-таки стабильная ситуация, имею в виду подконтрольная. То есть по городу ездят огромное количество патрулей. Это немножко дает такой профилактический, сдерживающий момент. И, ну не знаю, например, я этого не вижу. И в принципе по сообщениям, которые получаем, абсолютно спокойно контролируемое. А каких-либо оснований для паники я не вижу. За последнее время в Одессе произошло очень много таких случаев. Как вы думаете, во-первых, почему так расшатывается ситуация в городе Одессе? И сделали ли правоохранительные органы соответствующие выводы из этого всего? И насколько удается оперативно предотвратить? Все ли случаи были предотвращены? Ну, как вы считаете? Насколько хорошо и оперативно сработали правоохранительные органы вот в этом направлении, для того, чтобы предупредить ситуацию? Ну, то, что было в последние месяцы у нас в Одессе, эти все взрывы, ну, мне, будем говорить, тяжело это судить со стороны обывателя. Я это рассматриваю как представитель правоохранительного органа. Ну, я могу это оценивать, что все эти действия связаны только направлено на дестабилизацию ситуации. Для того, чтобы создать какую-то панику, неконтролируемые какие-то моменты, течения, ввиду того, что происходит сейчас у нас в Донецко-Луганской областях, это, скорее всего, происки гепартистов. Вот, и поэтому наша задача, чтобы не допустить подобного развития, для негативных тенденций, вот, поэтому и принимаются все необходимые меры. Да, мы не всегда, например, мы можем просчитать какие-то шаги, там, ну, но к этому идем, мы к этому прикладываем все усилия. У нас на данный момент под охрану в городе взяты все волонтерские церкви, все четыре волонтерские, круглосуточная охрана. Сотрудники аппарата областного УВД и городского снимаются, круглосуточно ведутся, несут там службу по охране. Как видим, в последнее время у нас на Молченской центре никаких нету посягательств. Это результат того, я говорю, что никто не пытается уже проявлять какие-то путеплавные действия в этом направлении, потому что там есть сотрудники. Взяты под охрану государственных учреждения, в стратегически важные объекты. У нас тут подвеселения, милицейские и на Гвардии охраняют мосты в направлении Бессарабии. Это Белоднецовский и Железнодорожный мост, Маяковь и Визбаили. Поэтому предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы у нас было все спокойно и люди себя чувствовали в безопасности. Ну и последний вопрос. Удалось ли кого-нибудь задержать или хотя бы установить подозреваемых? Ну, я просто хочу сказать, чтобы вы понимали, что все взрывы, которые были в Одессе, это все последствия в службе безопасности Украины. Да, милиция выезжала на место. Милиция все это фиксировала, потому что в принципе, милиция с подозреваемыми первыми, которые были на отсеке в вызовах. Наши эксперты, естественно, собирали там доказательную базу и проводили экспертизы. Но потом это все передается в следственные подразделения ИГБУ. И я не могу просто даже вам что-либо прокомментировать, потому что, вы понимаете, это совсем другая структура, параллельная. И доступа к материалам расследования у милиции уже нет. Спасибо большое. Еще у нас есть информация о том, что вы с профилактической информацией и правилами поведения ездите сейчас по населенным пунктам города Одесской области и рассказываете людям о том, как себя вести. Ну, это конкретно меня касается вопроса. Ну да, да, да. У нас есть информация, что вы бываете, да, в средствах массовой информации разных городов. Ну, и это, в принципе, сейчас только вторая неделя прошла. Я первый выехал в Каминтега в первую неделю назад там, провели прямой эфир. Потом на прошлой неделе был в пятницу у вас в городе. С коллегами вашими там общались. И вот так вот каждую неделю я сейчас планирую по согласованию с руководством Главка выезжать в все территориальные органы. Там ездят на территорию обслуживания телекомпании. Для того, чтобы непосредственно выводить в эфир руководителей местных органов внутренних дел. А со своей стороны я хочу доводить информацию, чтобы люди, которые в том или ином районе проживали, они знали, что творится в областном центре. И какие меры принимает именно руководство областной велик для того, чтобы они жили в спокойствии и знали, что мы как бы тоже принимаем все меры для того, чтобы они чувствовали защиту. Спасибо вам большое. Спасибо, что были на связи. На этом мы с вами прощаемся и продолжаем прямой эфир. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот такая ситуация в городе Одессе сейчас. И очень нам, журналистам, нравится, что Владимир Шиблиенко ведет такую деятельность, и то, что касается на Фейсбуке, и с журналистами у него очень хорошие связи установлены. Ну, а теперь мы переходим к тем вопросам, которые связаны с городом Южный. 2014 год, подвели вы уже итоги, и по этим итогам, то, что я успела прочитать, у нас есть случаи изъятия пистолета, холодного оружия, набоев, два факта сбыта наркотиков, остановлена деятельность двух наркопритонов, ну, в общем, вот такой вот перечень. Но есть еще такие громкие, это как подпольное казино. Подпольное казино? Ну, это уже в мою каденцию. Это на улице Ленина, да? Так, точно, да. Пристекли деятельность подпольного казино, если я не ошибаюсь, это перед Новым годом. Ну, сложность, доказательная сложность, открыто уголовное производство. Есть необходимость для того, чтобы довести логическое завершение. Заезжать как бы на горячем. Должны быть деньги, должны быть фишки. К сожалению, этого нет. Ну, прекратили, прекратили. Ну, доказать пока мы, к сожалению, не можем. У нас и в прошлом году тоже был такой случай. Да, объявите подозрение. Или в позапрошлом году был тоже. Да, объявите подозрение. Статья очень сложная. Квалификация сложная. Все надо делать по закону. Да, были игровые стены, да, были фишки, но вопросы денег, ставок, не нашли, не доказанное. Но они действуют подпольно, насколько мне понятно, и там есть определенные свои... Украина и министром внутренние дела наших. Деятельность казино прекращена. Там они, я знаю, готовят законопроекты раньше, которые были в определенных местах, но пока до этого далеко. На сегодняшний момент игровой бизнес запрещен. Украина. Под видом лотереи, под видом лото. Ну, здесь много разных. Горем. Ну, не без того, что может где-то оно и существует подпольно. Потому что если есть спрос, то будет обязательно предложение на это. Самые такие распространенные из преступлений это кражи из автомобилей. Давайте так, я уже немножко проанализировал, разобрался. Эти имущественные преступления, да? Кража. Угу. Ну, характерно кражи, для вот как я два или три месяца, два месяца, уртровно сня два месяца, я работаю. Это кражи мелких вещей, личных вещей. Это телефоны мобильные, два или три таких случая. Электроинструментов, где-то люди работают. Ну, и вот, где-то вот пошел поток. Краж, как это правильно, мисс называется, да, у нас поселок, да? Микроем. Микроем, мисс, где строятся, где дача, где вот там люди, оставляют, они там живут, либо летом, я так понимаю, не проживают. Вот там участились кражи, имущество, которое непосредственно нахраняем в этих нежилых домах на сегодняшний день. Вот такого рода преступления. Я бы не сказал, что вот кражи в автомобиле происходят. Их нет. Я пока их не вижу. Возможно, с сезоном, вот когда начнется курортный сезон, будет немножко другая преступность. Ну, это мне еще надо понять. А так я вот вижу, ну, дело, вроде, у тебя сейчас выезжался, дело вроде и по миссу, мы уже задержали, человек не будет наперед говорить, доработаем, потом Сережа даст отдельное интервью по этому поводу. Ну, пока мы работаем, по-моему, там тоже уже есть найденные вещдоки, будет раскрыто это все преступление. Что касается преступности, у нас было еще убийство и изнасилование. Убийство и изнасилование. Убийство, это вы имеете в виду, это вот на 6 января, когда мы труппы, по Андреяшу в безлисте пропавшему. За 2014-е было одно убийство, оно раскрыто. К сожалению, год мы тоже начали так, но, слава Богу, что в святой вечер мы довели его до логического завершения, то есть неотвратимость наказания. Постарались все отрудились всем отделом. Человек находится под стражей, по изнасилованию дело на этой неделе будет уже отправлено в суд наш. Как бы оно раскрыто. Ну и по убийству тоже, да? Сразу установили? Ну, не сразу, 20-го числа пропал человек. Как бы, вы знаете, ситуация там тысячу раз не хочу повторять. Его собутыльник, его друг, скажем так, или товарищ, приятель, мотивацию. Он там свою рассказывает, я не согласен с его мотивацией. Мне кажется, что так без пробудного пьянства. Понятно. Да. Были слухи у нас о том, что стреляли на улице. В последнее время в Южном, к сожалению, мы с этим сталкиваемся постоянно, и не уже приходится эта информация. Давайте так, может, это петарды, но не без того. они, может, звучат, как выстрелы, но на сегодняшний день период моего нахождения на должности, исполнения обязанностей, моей должности, нету вообще зарегистрированных случаев применения огнестрельного уже травматического не зарегистрировано. Даже и нету заявлений, и ни сообщений, ни 102, просто люди заявления не обращались. Но петарды, возможно, Новый год не без того, малыши. 12 января было резонансное задержание. Свидетелями этого происшествия стали многие жители города Южного, которые шли в этот рейт. Ну, это не резонансное задержание, как бы бдительность правоохранителей. К сожалению, это не наши, а городские. Ну, я всего не могу рассказывать. В поле зрения попала группа приезжих. С какой целью они приехали, просто проверили, разобрались, думали, что это квартирный уровень, профилактически сработали. Это не наша реализация, это реализация городского управления. Но эти люди не причастны к... Не, не причастны. Да, просто они пользовались тем телефоном, который их... Да, был на месте происшествия. В принципе, мы просто... Здесь было задержание, мы помогли нашим коллегам как бы оформить, на месте документы не забрали, там дальше городского управления разбирались. Ликвидировали ГАИ. Насколько усложнилась работа в связи с этим? Вы знаете, вы знаете, я сказал бы... Я вам скажу, что ГАИ уже и так давно не подчиняются скажем, и не находятся в штате внутренних дел городского управления и Южного. Ну, в свете реформы, вы знаете, что будет создаваться патрульная служба, это как бы стратегия и политика и направление всего государства. Мы будем ждать новую патрульную службу сначала в Киеве, потом в Одессе. А на этот переходной период есть какие-то особые распоряжения по работе на дорогах города Южного? Ликвидирована ГАИ города Южного, но те люди, которые обслуживали город Южный, прикомандированы в Коментарнове, они продолжают обслуживать город Южный. Ничего такого особо не изменилось. Я не думаю, что нужно повлиять. Ну, одно ДТП у нас было, на моей памяти, с легкими телесными на пешеходном переходе на Ленин. Это вот за два месяца. Более-менее ситуация на дорогах нормальная. Знаки есть, разметка есть пешеходная, вроде у водителей внимательных, корректные. Дадут функцию патрульной нашим останавливать, проверять автомобили, пресекать правонарушения, касающиеся в сфере нарушения дорожного движения. Ну, еще лучше будет. Будут работать и как патрульная служба, и как ДПС. Это неплохо, это неплохая реформа. Потому что иначе было, когда-то, как бы так, сотрудники ГАИ не были причастны к оперативной остановке, их интересовалось только безопасное движение. А человек в погонах нужно реагировать независимо от того. Работает он в кадрах, в ГАИ, статистам, кем угодно, дежурным. Есть закон, милиция, его надо выполнять, пресекать правонарушения преступления. сейчас идет четвертая мобилизация. из личного состава Южинского отделения есть те, кого призывают в армию? Ну, вы имеете ввиду сотрудников милиции? Да. Ну как мы призывать в армию? Мы на спецучетах находимся. Мы можем в условиях ротации и ездят наши сотрудники с областного управления. Ездят исполнять функции те же, только в зоне АТО. Милицейские функции. То же самое дознание, досудебное следствие, служба на блокпостах, выявление там сепаратистов, диверсантов, предателей, в том числе со стороны милиционеров, там же разные есть милиционеры. Ну, да, ездят раз в месяц ротация. Пока на разнарядке на Юж-Южном у нас никто еще не ездил, С городского управления с областного, с ГАИ ездят. А мобилизация, мы выполняем свои функции, скажут, конечно, возьмем автоват и будем защищать Родину. Просто есть спецподразделения, мне кажется, Шторм, но туда... Спецподразделения, да, Шторм нес службу, там он дважды был в зоне АТО, вот, но сегодня по просьбе губернатора нашего в связи с обстановкой в Одессе подразделение Шторм усилили, охрану общественного порядка в городе Одессе. Вот то же самое, что Владимир Михайлович, охрана постов, подъездов, блокпосты, стратегически важных объектов, осуществляется Шторм, в том числе и патрулирование на улицах. В Дюйзгене мы около 300 человек обученных, обстрелянных. То есть на сегодняшний день Шторм находится здесь. То, что касается пожара, в субботу ночью произошел пожар, и в результате чего погибла одна женщина, очень сильно пострадал подъезд. Какую работу провели работники милиции? Ну, работу работники милиции. Пожар, это ведение МЧС. И следствие все равно получилось. Следствие понятно, что мы открыли уголовное производство, все необходимые мировозделы. Открыли уголовное производство по 194-й части 2-я, это умышленное учреждение, имущество, поджог, иными словами, чтобы было понятно слушателям, поджог, провели осмотр места происшествия, все необходимые следствия действия, которые необходимо провести по методике на месте преступления. К сожалению, обнаружили труп женщины, да? Сережа, ты выезжал, он был ответственным. Я выезжал, я был ответственным. Да, вот. Труп без признаков насильственной смерти, но смерть отправили его на судебную медицинскую экспертизу, ждем заключения пожарных наших сотрудников МЧС, чтобы принять окончательное решение. По всей вероятности, мне больше чем верено, что это короткое забыкание, то есть не было поджога. То, что касается несчастных случаев, скажем так, обстоятельства, ты знаешь, пошла наверх проедать, где-то задохнулась, потеряла зону. Рассказать просто, какая ситуация была. Непосредственно был на месте, пришел. Вызов поступил около 11 часов вечера, я находясь в дежурной части, просто сразу от дежурного получил эту информацию и сразу в верхнюю одежду в руки и побежал сюда на место. Уже к этому моменту уже разложилась пожарная бригада, скажем так, я просто не знаю, как правильно она называется. Уже все, машина уже была разложена, уже размотаны шланги, уже люди в пожарной форме уже заходили в подъезд и осуществляли тех людей, которые находились на первых этажах. Они их выводили на улицу либо разводили по дому. Эвакуировали. Да. Я как, ну к тому моменту просто я был ближе всех тогда из тех нарядов, которые был, я засадил, подбежал туда, громко было оглашено людям, чтобы они постарались не выходить в подъезд, не выглядывать, плотно закрыть двери, щели дверные и так далее, чтобы дым не попадал в квартиры. Увы, на тот момент уже к прибытию пожарной машины, скорой помощи, спасателей, уже женщина вместе с мужчиной уже поднялись в подъезд. Мужчина попытался вернуть ее тоже, поняв, что выше пятого этажа уже тяжело дышать, попытался вернуть ее, но она сказала, что у меня в квартире, в той, в которой они поселились, находятся несовершеннолетние дети, поэтому, как бы, я хочу туда попасть. И все, с этими словами она поднялась наверх и, как бы, да. Не дошла один этаж, да, насколько мне? Два этажа, но ситуация, как была, что здесь психологию данной женщины тоже можно понять, она, как правило, называется паникой, те ее действия, то есть, из-за того, что она, когда начала чувствовать души, судя по всему, начала поближе садиться в угол, из-за этого, получается, когда пожарные, сотрудники пожарной части пробегали по подъезду, они, получается, ее сразу не обнаружили. Не заметили, просто. Да, уже, то есть, уже когда-либо было ликвидировано. Это будет ближе после моего эфира. Когда был ликвидирован, я просто говорю, просто, как я был там и я просто это все наблюдал. Те вот обвинения, которые были, да, поверьте, там просто та ситуация, вот это вот панического настроения, когда пропадает свет и так далее у людей, задымленность, людям кажется, минуты, часами. На самом деле, в течение 10 минут после возникновения пожара уже первая машина была на месте, уже в разложенном, ну, в разложенном положении уже пытались начать тушить пожар. Возникали рабочие моменты, ну, как бы, я уже обошел подъезд и уже находился снаружи дома, дабы все остальные бригады подъезжали, чтобы как можно дальше оградить людей, чтобы они не мешали работать пожарной, пожарной части. Ну, и, слава Богу, вроде паники, так, среди людей, которые находились в квартире, удалось избежать максимально. Как Вы можете повлиять на те автомобили, которые во дворах есть на данный момент, когда, ну, вот, произошел, в данном случае пожарники жаловались на то, что им очень сложно проезжать между... Затруднен проезд, проезд, да? Да, очень серьезно. Проблема больших городов, не только южных, хотя он не очень большой. Как решать проблему? Проблема решается просто, нужно выделить место для стоянки автомобиля, либо гаражей, кооперативной, либо стоянки, ну, как у всех цивилизованных государств. Ну, а есть ли такая ситуация? Ну, вот такая вот она и есть ситуация, к сожалению. И действительно, действительно, там каждая минута, каждая секунда дорога в таких, в таких случаях. Можно ли как-то вызывать, там, призывать автолюбителей, чтобы они не ставили... Ну, а где они поставят, допустим? Где? Вот вы свою, где машину ставите? У меня есть машина у мужа, но она не стоит на пожарном... Ну, может на проезд, проезд она не за гражданом. В принципе, проезд есть кругом. Я не верю, чтобы так загораживали проезжую часть, потому что я тоже иногда ставлю машину возле подъезда. Но проезд есть, автомобиль. Есть проезд. Ну, город насыщенный, город неплохой, почти, что в каждой семье есть автомобиль. Такая ситуация. Подземные гаражи, вот видите, новые дома строят, есть подземные гаражи, есть где хранится. У него решение вопроса. Будет город развиваться, строить новое здание с подземными гаражами. Эта проблема сама по себе выведет. Вопрос стихийной торговли еще. Да, вопрос стихийной торговли. Извечно. С ней бороться? Мы будем бороться, продолжать наши рейды. Несмотря на возмущения граждан, мы не позволим превратить город в Южный в большую торговую лавку. Это я объясняю каждому. Мой заместитель и участковый, строительство начинает и просят еще один день подорвать и не уйдут. С исполковым есть договоренность с отделом торговли, есть четыре рынка на территории, опущена стоимость до пяти гривней за место. Но согласно правил торговли, утвержденных кабинетом министров, торговля должна осуществляться в специально отведенных для этих местах. А, не с выхода в копейки, не в проходе, не в подъезде, не там, где кому хорошо купить или кому хорошо продать. Не, ну по правилам да, ну как бы это... Ну что по правилам, мы будем жить по правилам или будем опять... По факту, что у нас происходит... По факту будем бороться, составлять протоколы, в суд доставлять людей. Штраф продамальный, если у нас есть, но есть конфискация имущества, допустим. Но конфискат негде хранить. Мы просто с этой темой тоже уже давным-давно занимаемся, поэтому... Да, тем не менее, мы найдем холодильник. Да. Да, и будем хранять этот конфискат. Все оперативно рассмотреть, себе ставить протокол, тут все на месте, все можно сделать. Надо людей приучить к тому, как вам сказать, ну не должно быть. Я родом с Винницей, где Гройсман, Порошенко, оттуда, ну нету там такого, ну нет, вот нужно арбуз покупать на рынке, а сигареты в магазине. Ну вот так оно и есть. Очень трудно. Ну а давно в Винницей? Уже года три такого нет. А как удалось? Муниципальные рынки, все, жесткая позиция властей и милиции. Нет и все. Но есть еще такое мнение, что нужно строить рынки там, где просят люди. Ну вот тоже как бы этот вопрос согласовывался и с мэром города, там они в серединке часть по рынку построены, там чуть дома они доведены. И то получается такой указан, что полки свободные, установлены, но почему-то за метров 50 торгуют с земли. Ну и опять же, эпидемиологическая ситуация, ну тут мясо с земли, эти копчености, это рыба непонятно, где привезен. Должно быть рассвидетельство ветеринарной лаборатории. Ну в конце концов, кто-то поплатится, не дай бог, здоровьем, ну не дай бог жизни. Все оно хорошо. И там понятно, что жалко стариков. Мы идем же навстречу всем. Рассказываем, объясняем, спорили не торговли ходили, снизили цены. Ну стойте в тем местах. Я понимаю, что удобно там, вышел из дома. Это раз. И второй момент, не может петрушка каждый день быть свежей и раститься на своем хозяйстве. В городе нет частного сектора. Вы, ну можно сказать, полтора месяца уже в городе Южном. Два месяца в городе Южном. Заметили уже какую-то специфику этого города? Ну, город неплохой, сам по себе. Вот люди неплохие, но какое-то мнение у них особое есть. Особое мнение, еще до конца не могу понять, но он мне нравится, если он исключает. Здесь можно сделать все великолепно, здесь можно дойти до каждого заявления, даже длиннее. Здесь можно до конца разобраться во всем уголовном производстве. Тут хватает времени, сил и средств. И сам по себе мирный, спокойный городок. Так вот надо держать, привести его в порядок, упорядочить эту торговлю стихийную. И жить. То есть вы считаете, единственная проблема это стихийная торговля на сегодняшний день? Ну, изъявная. Ну, не изъявная. Проблема преступности, да. Проблема терроризма, да. Ну, и это тоже проблема. Ну, вот посмотрите, где стоят, ну, куча мусора, грязи, ну, земли это все. Ну, куда она водится? Ну, а Южный, вы где раньше были? В Одессе? Да, в Одессе. А ритм в городе Южном отличается от ритма в Одессе? Очень сильно отмечается. И даже не привык к такому планомерно, спокойно, размеренно. Намного отличается в раз в десять, наверное. Там все побыстрее и степень нагрузки на сотрудников. Сейчас, я же говорю, те люди, которые находятся в Одессе, вот я только недавно приехал оттуда там девять лет, попал, десять лет начальником юлиции. Вот ритм, особенно вот в этот период, непростой, на крайне верно-психологических и моральных возможностей вот я проработал сколько, вот последний год сначала, без единого выходного и суббота, воскресенье, это однозначно. Если у них дом профсоюзов, то лонжерон, если лонжерон, то штурм, образ администрации, вот такое, вот такое. Вы всегда знаете, что милиция всегда посредине находится. Чтобы не допустить ни столкновения, ни с той, ни с той стороны, не допустить массовых этих волнений, не допустить смены конституционного строя, не дай бог, то, что нам там предлагают с этими проектами с Калюкового поля, все это как бы на плечи милиционера. И если вы знаете, что-то не так общество, то всегда не сработала милиция. Поэтому вот видите, даже около семи человек, сейчас уже перевозят в город Южный, вот я набрал с собой семь человек, новых, свежих лиц, те, которые будут работать здесь. Абсолютно не заангажированные люди, не имеющие здесь никаких преференций. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но они пришли в город Южный? Да, вот уже живут. Потому что в Южный, Южный, как бы, ну, в понимании людей, которые в большом городе работают, такие маленькие города, это как бы непрестижно. Ну, здесь можно проявить себя, вы понимаете, можно сделать и дойти. Ну, действительно, оно так. Если там иногда не успеваешь, просто не успеваешь, от большой нагрузки. Действительно, можно сработать хорошо, отлично, ну, и, собственно говоря, поднять свой авторитет в лице граждан города, жителей города. А как решается вопрос с жильем? Семь человек, они приезжают? Ну, смотрите, ну, вот, очень хорошо, мне навстречу пошел исполком, вот, бывший паспортный стол, вот, вот, напротив, вы знаете, да, осталась трехкомнатная квартира. Трехкомнатная квартира, ну, понятно, вот я планирую себе, уже, как бы, помогут мне сделать ремонт, то же самое предприятие, мы сделаем там при шите, при шите для милиционеров, поставить там шесть-семь мест, это уже, это уже немало, если людям, где есть, переночевать, отдохнуть, после работы, вот, вот так я решу этот вопрос, люди навстречу мне пошли, и все должно сложиться, а, это, кстати, одна вещь, из, как бы, новаций, скажем так, откроем, сделаем приличный, ремонт, чтобы люди поживали, есть жилье, есть работа, чего не работать. Взаимоотношения уже с личным составом наладили здесь? Ну, мне кажется, что личный состав уже очень привык к тому, что... Став немножко, надо, буквально, мягко сказать, ну, не поняли мои требования, начали они думать быстрее, вальяжность отошла, начали уже раскрывать, вы сейчас день-два посмотрите, мы выдадим, Сергей это опечатает, одно, второе, третье преступления, совершенно ритм жизни заставляет думать, и двигаться, и делать все по-другому. Я к такому привык, и их заставлю. Если не заставлю, придется поменять. Ну, у нас действительно, в городе Южном другой ритм, и это ощущается, даже если мы выезжаем за пределы города, то получается, что мы в большом городе больше успеваем, чем в нашем маленьком. Мы на службе, у народа, поэтому мы должны показать свою лицу, а мы его покажем. Кроме вот таких изменений личного состава, ну, семь человек, это... Нет, это то, что не было, чтобы вы понимали, еще никто не уволен, это то, что не хватало, это около 30... Это вакансии, конечно, конечно, я понимаю. Те, которые не хотели работать, ну, лишняя, боевая единица, это всегда хорошо. Всегда офицер в форме, милиционер, это уже плюс больше. Что еще нового? Да, что еще, какие еще изменения пришли? Ну, я думал, сейчас немножко это вот транспорт мы отремонтируем однозначно весь. Тут требования, которые начальник главного управления поставили все-таки мигалочки, чтобы народ видел, что есть автомобили, движущиеся по городу, которые привлекают к себе внимание, будет милиция видна. Где-то ближе к весне будет милиция на мотоциклах, раскрашенных ездить, уже в марте, я вам обещаю, это будет быстро сделано. Вот я уже планировал на снег сегодня, еще немножко больше. Будут участковые на мотоциклах передвигаться, раскрашенных, красиво все. Они уже есть? Они уже есть. Ну и я не знаю, если Горсовет обещал машину патрульную, красивую, то дай бог. Ну это хорошо. Я не знаю насчет Горсовета, но если уже мотоциклы есть, а где вы их взяли? К сожалению, не узнать. Есть это мотоцикли, все нам просто постричь, что оно есть. Оно, кажется, давно было, просто никто к нему не имел никогда отношения. Ставим сейчас в строй, красиво, оденем форму, пускай ездят на вызова, участковые, по району, по микрорайону. Это настоящие мотоциклы или мопеды? Ну, мопед, мотоцикл, он красиво сможет, нормально мопедится. Разницы нет, в объеме двигателя. А участковых у нас сколько по городу? У нас вот проблема с участковыми. Оперативный состав мы укомплектовались полностью, оперативным составом, патрульным тоже укомплектовались, патрульным там пять. Участковых у нас тринадцать, ну, семь участковых не было, вот, с моим приходом. Два мы уже нашли, кандидат, они уже в приказе. Ну, и шесть есть курсантов, не знаю, нам еще четыре-пять месяцев, это большую сроку, мы будем искать все равно людей, пока они придут. Они будут не раньше, они сейчас проходят стажировку, если вы едете на улице, курсанты ходят. В принципе, места есть, они придут, но это через время. И вопрос будет решен комплектацией. Участковые раздавали свои данные, визитки. Визитки, визитки. Не свои данные, номера телефонов, по которым разные должны... Там даже есть мобильные номера телефонов. Ну, участковые, это начальник милиции на своем участке. Он функции и оперативника, и участкового, и патрульного, и полностью зацикливает на себе. Вот и вот ДПМ, да, вот там еще проехал пострел, пять ДПМов, мы тоже сейчас займемся ремонтом их всего. Пять, да, ДПМов у нас. Пять ДПМ? Три работы, это два ужасных состояния. ДП, это у нас дежурная? Это нет, это дельничный пункт милиции. А, дельничный, да. Ну, удобнее. В первых этажах есть микрорайон. Колясочный. Колясочный, больше сделаем ремонт, чтобы люди не поставили... Ну, что, я тебе даже город небольшой сам по себе. Ну, если люди будут знать своего участкового... Есть такие мелочевки, скажем, там, семейный скандал, какая-то вот так возня на уровне того, что этот вопрос может спокойно разрешить участковый инспектор на месте. Ну, а мотоциклы, они участком? Да, я планирую, два мотоцикла не будут участковым. Ну, однозначно, мы уже приняли решение. Два мотоцикла участковым, а как же они будут... Ну, если вдруг произошло что-то у него на участке, а мотоцикла в этот момент нет? Ну, как? Он с утра выехал, взял мотоцикл и все, вечером поставил. То есть это он будет каким-то... Поставить возле участка своего мотоцикла, возле ДПМа, все. Надо будет... А их же 13 участковых. Ну, пока два, мы же не настолько... Как вы будете решать? Мы не настолько богаты. Это будет по дежурству, так сказать, Кто-то будет дежурить, кто-то будет в отпуске, понимаете, ну, так 13 не получается. Их не получается. Где-то... Ну, смотри, были личные, отпуск, у кого-то учеба, у кого-то сын родился, еще какие-то... Кто-то заболел. А с топливом проблем не будет? Нет, мы думаем, что топлива проблем не будет. Там специфика больше... Три литра на сто километров это лучше, чем пешком ходить и заправлять машину. Мы уже посчитали, так выгоднее. И мобильный быстрее. Решение, да? Да. Специфика просто админной дельницы каждого участкового, она как бы в каждом случае индивидуальна. То есть, если у кого-то из участковых у него просто-напросто находится 8 многоэтажных зданий, то у другого участкового есть 8 улиц, которые находятся на МИЗе и, соответственно, ему этот мотоцикл нужнее. Точно так вот у нас есть дельница административная номера 1, куда входит улица Заводская, индустриальная и МИЗ. А есть, допустим, дельница номер 7, в которую входят только кусок улицы Приморского? Я еще там подумаю этот вопрос. Вроде там эти градообразующие предприятия Дельта, Вильмар, там еще Бореваш, вот такое вот. Я специфику. Да, мы туда можем АПЗ выйти, что может и там выделить какой-то кабинет. Они, в принципе, они и камеры хотят туда поставить. Уже есть договоренность у нас с Дельта-Вильмар, чтобы вот тот кусочек, который обслуживает Южный, тоже был и видеофицирован, и по возможности мы там можем. Есть такая договоренность, посмотрим, как пойдет. Пойдет, и там будут находиться сотрудники милиции. Все-таки предприятия там 4000 на ОПЗ, тут 600 Дельта-Вильмар, на Бореваш и 270. Есть необходимость посадим, не посадим, а вернее заставим работать там участкового инспектора. Понятно. Ну и вы уже проводили прием граждан? Часто приходят люди? У меня прием граждан, согласно, распорядка, которая навестит, как всегда, с 4 часов каждые понедельные. 4 до 6. Ну часто приходят к вам на прием? Ну приходят люди. Не так часто. Ну 2-3 человека в день. Не в день, а на момент приема. Осуществление приема мной. Ну и по нему есть люди, которые постоянно ходят на прием. Из-за категории вы знаете, которые постоянно ходят на прием. Есть действительно люди, обращаются. Понятно. Спасибо вам большое. У нас уже были гости. Мы буквально на 5 минут сейчас прервемся. Сейчас вы увидите наши данные. Если у вас есть возможности и желание помочь, вы увидите сейчас счет, расчетный счет. В нашу студию сейчас придут немножко другие гости, не запланированно. Сейчас мы узнаем, кто они такие, но для того, чтобы мы подготовились к следующему этапу нашей программы, нам необходимо будет минуты 3-5 приблизительно. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok